В современном мире, перенасыщенном информацией, с его высокими темпами и конкуренцией, никто не хочет, чтобы его ребенок плелся среди отстающих. Для того, чтобы обеспечить своим чадом успех в жизни, многие родители озадачены идеей раннего развития. Причем все чаще речь идет о занятиях прямо с младенчества, порой и во время внутриутробного развития. В первые три года жизнь и мозг ребенка действительно развиваются огромными темпами и суть различных методик раннего развития успеть в это время заложить в него как можно больше. В этом видится залог развития мощного интеллекта, успешной карьеры, благополучной жизни и так далее. Однако, как в научных кругах, так и среди родителей, у раннего развития столько же много противников, как и сторонников. Так где же она, золотая середина? Теме раннего развития сегодня будет посвящен вебинар нашего онлайн-проекта «Мамочки». Сегодня у нас в студии его ведущая Екатерина Шитикова. Доброе утро, коллеги. Катя, привет. У тебя двое детей. Лева уже достаточно большой. То есть можно говорить о том, что кое-какой опыт внедрения, возможно, внедрения в методик раннего развития у тебя же имеется. Вот что-то ты отработала на Леве и сейчас испытываешь, возможно, новое что-то на Ане или нет? Или все как первый раз? Все немного иначе. Я, конечно же, наверное, как и любой родитель за раннее развитие, просто каждый родитель в определенной степени, да, все зависит от фанатизма, так скажем. С первым ребенком, конечно, все впервые. И, наверное, больше от незнания того, что именно давать, в каком объеме, какие методики использовать, да, ты обращаешься за помощью к каким-то специалистам. Вот с Левой мне казалось, что нам просто необходимо пойти в школу раннего развития. Я там месяцев с трех начала искать, куда мы пойдем, ждала с нетерпением этого момента. И месяцев с девяти мы ходили, пели, танцевали, изучали цвета, картинки, играли с игрушками. Сейчас я отношусь к этому немного иначе, накопив определенный, наверное, багаж знаний, опыта и имея огромное желание, получая огромное удовольствие от занятия с ребенком, я понимаю, что я все, что ей необходимо сейчас, могу дать ей, в общем-то, дома, с удовольствием с ней занимаемся. Как сказать, занимаемся? Играем, и я ей просто позволяю познавать окружающий мир. Ей интересно сейчас все, и с каждым днем интересно все больше. И здесь, в общем-то, для детей в первую очередь важен, конечно, контакт с мамой, контакт с родителями, ее непосредственное участие, ее неравнодушие. Поэтому я сейчас отношусь к этому немного по-другому. Но вообще, что такое раннее развитие? И это там ребенок должен с такого-то времени стандартно встать и ходить, а можно раньше на два месяца? Или в год на баскетбол пойти, да? Какие теории по этому поводу есть? Нет, но если смотреть, исходить из понятия, то вообще раннее развитие – это деятельность взрослого, направленная по отношению к ребенку, стимулирующая познавательный интерес. Поэтому ранним развитием мы занимаемся с самого рождения, с самых пеленок. И мне кажется, что мы, конечно, с вами начинали развиваться немного позднее, потому что нам ограничивали в определенной степени месяцев до трех это развитие. Мы лежали там в пеленках, мы не могли потрогать, что нас окружает, у нас меньше было тактильных ощущений. Сейчас ребенок рождается, его сразу там в распашонке одевают, его голенького укладывают на кровать, и он может ощутить, разглядеть, какие-то дают игрушки сразу, он начинает реагировать на цвета, на движения, все, вот оно начинается раннее развитие. Просто есть другое понятие, которое часто их путает между собой и одно подменяет другим. Есть раннее обучение. И вот здесь эта деятельность взрослого направленная на получение ребенком определенных знаний, умений и навыков. Это уже образовательный процесс. И вот здесь, конечно же, нужно очень четко разделять, что есть раннее развитие, а что есть раннее образование, и чем именно занимаются родители, с какого возраста. Ну вот сейчас много разных платных методик, развивающих занятий, онлайн-вебинаров и так далее и тому подобное. Все это, конечно же, стоит деньги, и родители их тратят. Вот как здесь подойти к этому вопросу максимально критично и не пускать свои деньги на ветер? Идти за интересами ребенка. Это единственный ответ, наверное, который можно дать в данном случае. Нужно просто прислушиваться и присматриваться, что интересно ему. Всегда, прежде чем что-то узнать, прежде чем начать что-то делать, нужна мотивация. Если ребенку сейчас интересно потрогать и пощупать, допустим, то тесто, из которого мама лепит пирожки, то ему это нужно. Ну дайте ему потрогать. Вот его сейчас такой интерес. А вы ему вместо этого даете карточки с буквами и пытаетесь от него добиться, чтобы он запомнил. Не хочет он сейчас этого делать. Разные методики, они работают по-разному. И поэтому, прежде чем выбрать, нужно, конечно, разобраться, на что направлена методика. Она все-таки дает именно развитие или она направлена на обучение. И потом уже попробовать, может быть, проверить в рамках дома. И потом уже пойти на занятия. Я понимаю, что, знаете, где-то есть здесь рациональное зерно, зачем пойти в какой-то клуб. Просто там больше материалов, которые можно ребенку исследовать, изучать, рассмотреть, потрогать, пощупать. Даже вот если говорить о тактильных каких-то ощущениях, ну, может быть, не каждая мама захочет там заморачиваться и готовить мешочки с разными крупами, смесями, чтобы ребенок все мог потрогать и узнать. А там уже все подготовлено, много дидактических материалов. Но, опять же, если там есть четкая система, которой нужно придерживаться, а ребенок против, то не нужно идти, наверное, на поводу у этой системы. Нужно идти за ребенком, за его интересами. Он даже в этом возрасте точно знает, что он хочет. Ну, слушай, тут такой все равно вопрос непростой. И как есть и сторонники, так есть и противники. Это все будет обсуждаться, обсуждаться со специалистом буквально вот совсем скоро. Кто будет в гостях? Елена Владимировна Подворная. Она психолог перинатального центра. Она очень плотно работает именно по этому вопросу, ну и по многим другим направлениям. Она готова дать развернутую консультацию, ответить на все вопросы родителей. Безусловно, мы будем обсуждать и разницу как раз-таки в том, что есть раннее развитие, а что есть раннее обучение. Мы будем говорить о методиках, о том, как подойти к выбору. В общем-то, все, что интересует родителей, мы обязательно обсудим. Будем отвечать на вопросы именно участников вебинара. Есть ли еще возможность записаться и во сколько это будет? Да, конечно, есть возможность. На портале губерния.ком всегда можно зайти по ссылке, кликнуть на баннер проект мамочки и подключиться к нам. Начинаем мы сегодня в 17 часов. Я приглашаю всех еще раз. Я думаю, что, наверное, нет тех родителей, которые не интересовались бы, как сделать ребенка успешным, как обеспечить ему комфортное и правильное развитие. Но если вдруг сегодня не получится посмотреть вебинар, но человек зарегистрировался, он позже может его пересмотреть, правильно? Конечно, да, всем будет прислана запись вебинара, вы сможете спокойно в любое время обратиться к этим материалам. Поэтому обязательно поучаствуйте в сегодняшнем вебинаре и узнайте об этом вопросе как можно больше информации. У нас в гостях была Екатерина Шитикова, ведущая онлайн проекта «Мамочки».